Городской округ Люберцы продолжает готовиться к отопительному сезону. На днях Владимир Ужицкий посетил одну из котельных в Томилине. Построенная в 1965 году, она значительно устарела. Однако, по словам главы, отопительный сезон выдержит без сбоев. А вот в следующем году ее ждет модернизация. Котельная Нагаршина обеспечивает теплом и горячей водой 15 жилых домов и детский сад в Томилине. В отличие от новых объектов, где все практически автоматизировано, на этом пока работает большое количество персонала. Несмотря на то, что котельная построена еще в 60-х, работает в штатном режиме. И этот отопительный сезон выдержит. Последний капитальный ремонт это в районе 2002 года. То есть на сегодняшний день данное оборудование на такое же менять нет смысла, потому что оно морально устарело и с достаточно низким КПД. На сегодняшний день присутствует на рынке новое оборудование, энергоэффективное, при установке которого можно сэкономить как на газе, точно так же и на электроэнергии. Мощности котельной пока хватает, однако ее эффективность низкая. Сейчас Томилинский коммунальный комплекс готовится к реконструкции. Проект модернизации объекта уже находится на согласовании. Закупили котлы и теплообменники. К работам приступят после окончания отопительного сезона. Это котельная 6,5 мегаватт. Планируется, что она будет не менее 12 мегаватт. Вот такое, по сути, увеличение в два раза. Поэтому здесь никакой нет аварийной ситуации. Идет плановая работа и ставится задача, чтобы к следующему году здесь была современная котельная. Проект технического перевооружения котельной разработан за счет местного бюджета. Капитальный ремонт здания, замена дымовой трубы. И сама модернизация осуществится за счет небюджетных средств. Анна Троян, Наталья Григорьева и Дмитрий Родзянко. Телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова